Вчера на Международной космической станции был выходной. А сегодня сранку на связок с Землей никто не вышел. Астронавты устроили импровизированный пикник. Японский астронавт приготовил суши и салат из морепродуктов. Американец, бургеры и жареный картофель. А россиянин не заморочивался. Бухав с грилки, закусывал с тюбика, а потом грав в пишбурки. Шукав, где же это от него поделился французька астронавтка. Хорошо, все будет хорошо. А вот это доброе утро, ничего себе. Мамуля, я думала ты в своей комнате йогой занимаешься. А я уже позанималась. Встала пораньше и решила прогуляться в газетный киоск. Слушай, ну молоди. Так. Ух, а что, Лена, а ты что, вырешила работу изменить или что? Нет, с чего ты взял. А для кого это тогда работа в Киеве? Так, это я себе купила. Работную работу. Женя, это я себе купила. Надоело мне дома без дела сидеть. Это кто ж у нас без дела, мама? А кто с самого ранка ходит по хате и пиляет всем мозг? Это вы без дела? Женя, я сейчас начну ходить по квартире и пилить кое-кому мозг, если найду его там. У меня не можно чипать, Лена. У меня защитный тотем, ясно? Женя! А Женя, между прочим, прав. Да, Леночка. Вот я действительно сижу на шее и то и делаю, что мозг вам. Вот знаете, за что я вас люблю, мама? Вот люблю вас за правду. Женя, мама, ну что ты говоришь? Ну, а я знаю, что я говорю, доченька, знаю. Ну что я делаю? Чем я занимаюсь? Скажи, пожалуйста. Ось, мама, держите. Может, хоть пил будете прибирать в хате? Да что такое? Пошел и закончил уборку, быстро. Мама, отдай ему. Слушайте, я, между прочим, запропонувал маме выход из ситуации. Да иду я уже. Не нужно меня гипнозировать, как кролика. Женя! Мам. Мам. Мам, ну что с тобой? Ну что, мама? Ну что это такое? Ну что у тебя? Осенняя депрессия, мам. В моем возрасте уже, между прочим, внуков нянчат. Или с ума сходят на работе. Вот, судя по всему, придется мне искать работу, доча. Отлично. Я еще и виновата осталась. Класс! Спасибо, мамуля. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ничего не вижу, а? Ну так мелко печатают, ну... Пойду схожу за очками. Что ты, мам? Это не печать мелкая. Это я виновата. А навещо говоришь ходить, Лега? Навещо тебе окуляры? Вот, дивись, я в розетке купил. Дуже классная речь. Маринка с 45-й квартиры, я кажется, полюбляю голяка стоять на балконе, как на долоне, Лен, я тебе скажу. Маринка? Дуже классная речь, Лена. И... Дуже сручно. Вы не на эти выходни працюете, потому... Осень. Ну а что ты стоишь еще, Женек? Иди, давай, иди к своей Маринке. Вам же тут всем плохо со мной. Давай, иди к Маринке. Угу. Угу. Посмотрим. Угу. Посмотрим. Угу. Посмотрим. Посмотрим. Открываем. Требуется юрисконсульт в банк. Опыт работы не менее трех лет. Да что же это такое, а? Что случилось, мамуль? А спроси у них, что случилось. Вот сотые объявления и все одно и то же. Такое ощущение, что после тридцати пяти юристы все превращаются в тыкву. Ммм. Возрастные ограничения, да? Ну, это сейчас не только юристов касается. Сейчас даже консьержку в дом нанимают так, чтобы, знаешь, не старше двадцати пяти. Чтобы модельной внешности. Ноги от ушей. Ох! Ох! Слушай, а какая им разница, собственно говоря? Все равно же в это окошко только одну голову и видно. Я не понимаю. Вот мне очень интересно, слушайте. А как в объяве писать? Нет. Работа консьержем. Вимоги невеликие. Красивая голова, чтобы пролазила в беконце, да? Женечка, ты все сказал? А теперь иди заканчивай свою уборку. А чего это я должен сам прибирать в хате? Я, между прочим, не один тут мешкаю. Ха-ха-ха! 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 Ха-ха! Ха-ха-ха! Ммм! В общем, так, Женя. Закончишь вытирать пыль, пойдешь в ванную, возьмешь швабру и пройдешься с мокрой тряпочкой во всей квартире. А, Лен, ты хіба не бачишь, что я занятый? Я допомагаю маме знайти работу. Чому же вы мне этого не робите, Лен? Нет, помоги, конечно. Конечно, только сначала закончу уборку. Лена, ты что, не бачишь, какие вымоги до века? Маме уже и так... Так, что такое? Трошки за 25. Я бы попросила. Да, я же говорю. Ну, час, знаешь, вплинет очень быстро, поэтому нужно встануть хоть куда-то влаштоваться. Вот так, да. Да, мама? Да, зятёк. Поэтому не будем втрачать вашего дорогого ценного часа. Вы резюме склали, мама? А что ты могла складать? Было бы куда отправить. Эй, не скажите. Я своего часа их миллион склав. Тут особенный творчий подход потребен. Что ты говоришь? Угу. Жень, давай вот хотя бы сейчас, без вот этой твоей самодеятельности. Лена, в тебе работа есть? У меня работа есть. Поэтому иди, будь ласка, бери швабру, ось тебе, на, аппарат, и не заважай нам с мамой працювати. На. Ясно. И тут Лена не нужна. Так. Объединились против меня, да? Что тут у нас? Приятно жить в этом доме. О, дивиться, мама. От 55 лет требуются охранники на стоянку. Во! В ночное время. А утром пришли, поспали и... Давай, давай. Ага. Что ты ещё посмотришь? Зараз. О, грузчики в секс-шоп. Во. Сейчас получишь у меня. Без возрастных ограничений. Промоутер, менчиндайзер, супервайзер. Фух, сколько новых профессий появилось. Как я отстала от жизни. Леночка, а что такое грин-кипер? Дословно, хранитель зелени, а как профессия переводится. А шо тут не сразумило? Або банкир, або перерахувальщик доллара. Какой перерахувальщик? Это газонокосильщик. Ну, или человек, который сидит за состоянием газонов для гольфа, для футбола. Ну, как-то так. А, так-то нет, звоните им. Ха, перерахувальщик. Ноги. Хотя зарплата у него точно, как у перерахувальщика. Я вам скажу, звоните им. А шо, вы, мишка, вы, Лену, стрелы, траву точно сможете. А шо? Лен, ну я же просила, никому не рассказывать. Ну, что это такое? Мам, да я не рассказывала. Женя сам в альбоме увидел лисую девочку в школьном платье. Не, лучше не звонить. Знаете, что, им нужно, чтобы трава выстрижена была ревно, а не геть отсутная. Не, не отвлекай нас взагалі. Дай подшукати подходящую работу маме. Хорошо. Это еще вопрос, кто кого отвлекает. Леночка, извини, конечно, что я тебя отвлекаю. Да, ничего. А кто такой стрингер? Значит так, в мене два варианта, и обидва цикали. Да? Ага. Слушайте, это вообще нормально. Я тут с утра пашу, корячусь, а не сидят, кроссворды разгорят. Женя, ну действительно, ну имей совесть. Помоги, пожалуйста, Леночке, она тут корячится перед нами. Бедная моя девочка. Добре, давай допоможу. Где тут еще треба воду на підлогу вылити? Спасибо, Женечка. Мне такая помощь не нужна. Все равно после тебя перемывать придется. А чего ты тогда тут раскомандовалась? Лен, добре, все, все. Тихіше, тихіше. Нам работу для мамы треба шукати. Ты посмотри, а. Им всем нужны только в возрасте от 18 до 35 максимум. Ну что это? Тому що люди нормальні, мама, починають кар'єру свою з молоду і до пенсії, а не навпаки. А я еще далеко не пенсіонерка. Мне до пенсії ще, як мінімум, два года. Так добре, чую. Давайте резюме вам складем. Давайте. Давайте. Женя, сейчас первым делом всех работодателей интересует возраст. Ну что делать, а? Значит так, маму, слушаем меня. Дату народження пишемо. Рік народження пропускаемо. Ми потім придумаемо, як ми зробили опечатку, щоб ви попали в цей віковий бар'єр від 18 до 35. Какое опечатку? Мне же потім нужно будет все паспортные данные оформлять. Я ж вам кажу, потім придумаемо щось з вашим паспортом. Так, місце народження. Донецк. О, оце ми виносимо на перший план. І великими, красивими, красними буквами пишемо Донецк. Це головне слово зараз в країні, між женщинам. Ясно? Написала. Так. А писать, где і в які школи ходили? А що, у вас не одна була, чи що? У мене їх багато було. Ми просто з папою і мамою часто переїжджали. І я їх міняла, як перчатки. Ні, пишіть одну. Тому що подумають, що у вас складний характер, що не в одній школі не затримувалися, може переховувалися від закону, а у вас тільки зачіпили свій характер одразу проїхали. Так. Це що, ти хочеш сказати, що я какая-то неуравновішена, їй Богу? Или що? Так, слухайте, припиніть. Я ще нічого не сказав. Вы сразу неуравновішена какая-то... Добре. Добре. Пишемо далі. Так. Закінчила школу з золотою медаллю. Якщо попросять показати її, скажемо, злодії вкрали і здали в ломбар. Чому ж вкрали? Я її показати могу? О, а що, є золота медаль? А, як ти думав? А що ж ви про неї мовчали? Це ж стільки грамів чистого золота. Кіська. Ми потім повернемося до цієї теми. Так. Пишемо, де працювали. Грамів сорок, не менше. Де працювали. Де працювали. Потім поступила і успішно закончила МГУ. А теж золотой медалью? Ні, з красним дипломом. Це погано. Ну, тобто, це добре, червоний диплом, це добре. Але золота медаль – це більш вагома згадка про проведені роки в Миколаївському господарському училищі. Так. 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 Це мене підказує, що я все-таки своє резюме сама оформлю. Без твоєї допомоги. Знаєте шо, самої у вас нічого не вийде. Ви без мене такого напишете. Дякую за допомогу, Миколаївське господарське училище. А шо такі? МГУ воно і в Африці МГУ. Слушайте, Євгений, а што це Сусану Анатольовну так на роботу пробило, а? Ну, я не знаю, Юрий Миколаївич. Мабуть, нудно стало цей садюзі і все. Я на неї вже ніякої уваги не звертаю. Лену сильно не помучиш. Ну, рідна дочка, все ж таки. Хтось, мабуть, і вирішила піти на роботу, шоб там задовольняти свою пору. Да. Слушайте, Євгений, я вот тут подумал. У нас как раз в театре одно местечко освободилось. Ну, там одна барышня в декрет уходит, и на їё место подыскивают новое. Кстати, могу посодействовать. А шо, у вас знову бабу-ягу ставлять, чи шо? Причем тут бабу-ягу? Ну, на яку ще роль вона може підійти. А, ну хіба шо старуха шапокляк. Да при чем тут роль, Євгений? Буфетчіца. Буфетчіца у нас забеременела. Ну, там либо от Артемона, либо от Карабаса, там непонятно в общем. Либо от Дуримара. Юзик, я сколько раз говорил, между нами все кончено, все давно уже в прошлом. Все, Николаевич, все. Ну, дивіться самі, я вам так скажу. Якщо ви хочете, щоб Дуримару в Антракті перестали відпускати коньяк, Я може влаштовати вам так. Юзик, а ну дай мене телефон, вона твого номера не знає. Зараз ми влаштуємо їй співбесіду. Да, Євгений, любите ви свою тещу? Вона мене теж просто обожнює. Алло, Сусана Анатольевна, здравствуйте. Вас беспокоят із компанией «Укрцветмедзолота» 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 Да. Ой, мне приятно слышать, что моє резюме вам понравилось. Да. Что вы говорите? Да-да-да, конечно, я могу подъехати. Вот так вот, ну что. Я могу подъехать. Одну минуточку. Да-да-да, я щас запишу. Уже пишу. Одну секунду. Да. Диктуйте, пожалуйста. Да, паспорт. Есть. Трудовая книжка. Угу. Диплом об окончании. Да. Медицинскую справку. Что? Анализы? А зачем вам анализы, я не понимаю. А, у вас так принято. Понятно. Ну, хорошо. Что? А это еще зачем? Ну, знаете, наверное, все-таки я вам не подойду. Да. Да. Спасибо за звонок. Спасибо. До свидания. Такого я еще не встречала. Ну, и что им еще надо было, что ты отказала? Ты представляешь? Справку от ветеринара, два арбуза и бутылку водки. Ну, мама. Серьезная компания? Да. Слушай, Женька, а куда она на собеседование пошла? Че я запишла? Поповзла вот так. Лена, это звичайный жарт, шо таки? Ну, а действительно, куда и на какую должность ее пригласили? Текало, ага. Ну, на какую должность? По специальности. По ее специальности юристом. Правда, название компании я не помню. А не укор цвет мед золото, золото укор цвет мед? Нет, это я она сразу отказала. Так, стоп. А откуда ты знаешь? Женя, я просила тебе несколько раз. Что ж ты за паразит-то такой? Лена, ну, это было до нашего разговора. После того ничего не было. Честное слово, Лена. Я пью до дна за тех, кто в море. За тех, кого любит волна. За тех, кому повезет. Но если цель одна, и в радости, и в горе. Мамуля, судя по вашему настроению, собеседование прошло нормально, да? Прекрасно. Ну, рассказывай. Прекрасно, правда. На работу не взяли. Сказали, им нужен сотрудник помоложе. Лет этак на 20. Ну, тактично мне ответили. Но я нашла работу по призванию. И знаете, как он? Инструктором по хатха-йоге. Ух ты. Ух ты. Класс. А что это? Клюзик. Приходи на занятия. Для вас с Юрием Николаевичем 50% скидка. И первое занятие, конечно же, бесплатно. Боже мой, мама, это так неожиданно. Но это же как раз то, что ты хотела. И кто приведет нового клиента, тому 20% суммы. А это вам с вами приемно мати теперь справу. Я завтра столько клиентов приведу. Олимпийского стадиона не выстачит. До речи, куда их направлять? Где это? Центр ваш? Ну, я к СД. У нас дома. Вы знаете, я когда шла, я все продумала. Ну, посудите сами. Аренду платить не надо. Комната есть. А когда вы на работе, так это же вообще рай. А? Чего? Кстати, сейчас должны мати для занятий привезти. Вы мне поможете их разгрузить в передачке? Мати? Да. Уже подвезли, мама. Приимайте. И насос. Это что же происходит-то? В моей квартире вот эта вся с**а будет происходить. Жень. И что? Вот этого туда положи, то вот выведи. И е**ть туда, мама. Женя. Вы когда приехали, я чуть не е**ть. Чтоб вы потрапали такие все вековые. Эй, 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 барьера.